С автоматом на возлюбленную. В Алматы молодой человек обвинил девушку в хранении наркотиков. Его друзья, переодетые в спецформу ОМОН, едва не скрутили ее и даже позвали понятых. Но в итоге эта инсценировка оказалась всего лишь розыгрышем. Молодой человек таким образом сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. Что это, новый вид романтики или современный способ удивить? Разбирался Илья Рыбин. Камера, камера. Понятые два. Видео напоминает кадры оперативной съемки, хотя если присмотреться, все немного переигрывают. Лишь одна девушка ведет себя естественно и действительно напугана. Оказалось, что она единственная не знала о розыгрыше, организованном ее женихом и подругами. Видео с необычным предложением руки и сердца разместили в интернете. Павлодарские стражи порядка, просмотрев его, заявили, что случилось такое бы в их городе, пришлось бы участников розыгрыша задержать. Ведь неизвестно, что за оружие и наркотики. К тому же переодевание в полицейского в корыстных целях может обернуться пяти годами лишения свободы. То ли они полицейские, то ли у той. И наряд наш полицейский туда бы выехал. Естественно, их бы привлекли к ответственности. Анара Езжанова о романтике знает все. Агентство, которым она руководит, помогает мужчинам, желающим красиво и необычно сделать предложение руки и сердца. Анара говорит, что она сталкивалась с разными фантазиями женихов. Но такое видит впервые. Модно все предложения руки и сердца снимать на фото и видео. Потому что она должна быть красиво одета, у нее должен быть хотя бы небольшой макияж. И она должна быть готова к этому. Романтика с цветами и белым конем в прошлом признает Анара Езжанова. В моде сейчас предложение руки и сердца на киносеансе. Когда на большом экране вместо фильма идет специально отснятый ролик. Некоторые идут дальше. Так россиянин инсценировал нападение маньяка на собственную девушку. А американец прыгнул с крыши дома, чтобы удивить возлюбленную. А дамы, как оказалось, предпочитают старую добрую романтику. Если честно, я бы его убила. Если честно. Но потом, может быть, и согласилась бы. Подумала бы еще. Супруг сделал мне предложение в новогоднюю ночь. Колечко лежало в коробочке под елочкой. Существует тысячи различных способов признаний в любви. И рамок здесь нет. Лишь бы этот день оставил приятные воспоминания. А не просто позабавил интернет-пользователей.